Христос воскресе Действительно нечто из ряда вон выходящее И мы уже две передачи к ряду обсуждаем тему антропологических, культурологических сдвигов То есть какие сдвиги происходят как в положительном отношении, так и в отрицательном отношении Внутри понимания церкви, внутри понимания человека, внутри понимания богочеловеческих и человеческих взаимоотношений Говорим об этом с нашим гостем, клириком Петропавловского собора, с отцом Николаем Зининым Здравствуйте, Батюшка Здравствуйте, Христос воскресе Воистину воскресе Мы договорились, что вот сегодняшнюю нашу встречу, нашу беседу мы посвятим вообще, то есть разговору Мы поговорили о церкви, поговорили о человеке И церковь, и человек в церкви, в сущности, модель Царства Божия Изначально мир при творении его Господом Богом задумывался именно таким, каким он должен быть в идеале в церкви То есть то, что мы называем Царством Божиим То, ради чего были сотворены люди То, для чего был сотворен этот мир Христос, в общем-то, вот в этой модели церкви Нам и напомнил И для того, чтобы понять Царство Божие Вот мы можем наблюдать, что есть церковь Я в прошлый вторник не успел, не стал задавать вопрос на ход ноги Вот, чтобы, опять же, не обрывать на полусловие Но мне вот кажется, еще одна очень важная вещь Которая сейчас, вот как бронепоезд может ворваться Издвинуть человека, издвинуть, соответственно, церковь в понимании человека Это страх, трепет, такой именно животный трепет Зайчий трепет Потому что мы поговорили с положительной точки зрения Что люди ушли, чтобы вернуться Как Фродо Бэггинс Вот, вернее, Бильбо Вот Путь туда и обратно В карантин и обратно Вот, а очень многие люди Для очень многих людей Тот ужас Эксистенциальный ужас Ужас вот Такой Именно животный То есть страх смерти Может изгнать совершенно любовь Ну, мы знаем, что апостол нам говорит, что совершенная любовь должна изгонять страх Ну, и верно, и обратное выражение Что чем больше будет совершенный страх Тотальный страх Он будет изгонять любовь Мы уже это, к сожалению, наблюдаем В прошлый вторник вы сказали, что мы Все переживем И в магазинах пятерочка Там где-нибудь Или какие-нибудь другие магазины Мы этого не наблюдаем Что там Как-то люди шарахаются друг от друга Но вот я был в соцзащите И я видел, как людей просто за шкирку вышвыривают Которые пришли не по записи Как кидают паспорт на расстоянии двух метров Потому что человек пришел без маски Это тоже, я думаю, такой очень серьезная опасность для нас Антропологический такой сдвиг Вот И вот сегодня Хотелось бы вот о Царстве Божьем поговорить Как о том, что строит не только Бог Но и в строительстве Царства Божия участвуем и мы, люди Вот как вам кажется вообще Ну, давайте вернемся опять же к теме Царства Божия стоит прояснить Хотя мы неоднократно уже это обсуждали Что это есть на самом деле Потому что Царство Божие Некоторые рассматривают в духе хелиазма Там, типа, тысячелетнее царствование христиан Всех мы тут вот на британский флаг порвем Всех поработим И будем христиане как самые лучшие Самые главные там царства здесь на земле Вот Еще какие-то варианты есть Что же такое Царство Божие И при каких условиях оно начинает работать Появляться, строиться А про каких оно начинает разрушаться Знаете, вот это такая интересная тема Есть несколько тем сложных Нового Завета Например, одно из них касался Наш богослов известный Алексей Ильич Осипов Когда он говорит, что в Писании И в предании Церкви Есть две параллельные традиции Одна из которых говорит о вечных муках Другая из которых говорит о том, что Бог простит всех И вот за это его как-то даже пытались судить Но на самом деле, если мы здраво его аргументы посмотрим Мы должны согласиться, что он прав На самом деле и та, и другая позиция есть И вот для меня интересно, что сейчас открывается Что и по отношению к Царству Небесному Тоже вот такая двойственность Потому что ученики спрашивают Когда оно наступит? А Христос говорит Я не знаю И у любого человека Верующего возникает такой Когнитивный диссонанс Как это? Бог может не знать Ну да, для наших телезрителей Проясним, что цитата точная Звучит, что об этом не ведает никто Кроме Отца Отец ведает А так как Христос Сын Получается автоматически Что Он как Сын не ведает Да Вот И для меня как-то стал открываться Вот такой аспект Что ведь Христос до этого говорит ученикам Что Царство Божие внутри вас Оно не придет приметным образом То есть это прямая прям цитата Христа Христос говорит ученикам Царство Божие не придет приметным образом Потому что оно внутри вас Или там можно перевести Оно среди вас Да, посреди вас Но это просто грани смысла единого Потому что если оно внутри Оно и посреди И наоборот Если оно посреди нас Оно будет и внутри нас А потом значит мы читаем Да, рассказ про страшный суд Гром и молния И Христос приходит И приносит Своё Царство То есть получается В одном эпизоде Христос говорит Оно не придет приметным образом А в другом евангельском эпизоде Рассказывается Что оно приходит приметным образом Как вспышка молнии Которая видна С одного края земли до другого Так и пришествие Да, моё будет Какая-то молния И вот здесь вот для меня Тоже вот такой интересный момент Потому что Мы встречаемся с двумя Диаметрально разными Точками зрения Написанными в Евангелии То есть и та и та традиция есть И мне по-человечески Понятнее и близка Та традиция Что Христос придет И даст мне это царство Угу Но если мы задумаемся Сколько в этой позиции Просто человеческого Да Просто нашего инфантилизма Просто нашего нежелания Просто нашего Может быть даже уныния Да Я вот вспоминая сейчас Себя В неофитском возрасте Когда я только воцерковлялся Мне вот эта идея того Что Все равно В конце все рухнет И придет Антихрист И Христос придет И все исправит Она мне Обрубала крылья Мне Мне Я думал А зачем я учусь В институте То есть все равно История человечества Идет в никуда Ну К такому моменту Когда должен вмешаться Бог и все исправить Зачем я буду что-то делать В этом мире И вот у меня почему-то Вот так это преломлялось То есть мне Пропадало желание Что-то делать Творить Там Потому что я Это все обесценивал Тем концом Который описан И раз уж он описан В Библии Так ему и быть И вот совсем недавно Я столкнулся С другой точкой зрения Которая Первую традицию Описывает Когда Христос говорит Что Царство Божие Не придет приметным образом И вдруг я понимаю Почему Христос Не мог ответить На этот вопрос учеников Потому что Если Царство Божие Внутри меня Когда оно во мне наступит И вот для меня Это такая прямая налогия Что вот Да вот Я хочу построить баню Но придет Бог И построит мне Хорошую баню Потому что Сам-то я не могу Я сяду И буду ждать Когда Бог Построит мне баню Потому что Он тоже Точно должен Это сделать И в такой ситуации Если спросить Отец Николай Когда ты построишь баню Никто не ответит Он скажет Он уже пятый год Сидит ждет Когда Кто-то ему построит баню Ну может быть Кто-то сжалится Надо мной И скажет Ну если человек Такой упертый И уже пять лет Сидит и ждет Что баня Вот-вот У него построится Ну так и быть Построю я ему баню Да Но мы понимаем Что если ты хочешь Построить баню Надо ее строить А вот если ты уже Ее строишь Да Тут тоже факторы Сколько у тебя есть денег Там материальных средств Хватит у тебя на коробку Или на все хватит Да Вот Или вот на половинку А все еще год Еще половинку Но в любом случае Можно прогнозировать Если человек что-то делает Для этого А вот Мне кажется Это особенности Нашего народа Да Вот такой своеобразный Инфантилизм Который Может быть Как раз И вырастает Из апокалиптических Каких-то Таких предпосылок Зачем нам Что-то строить Если все равно Все что мы можем Построить Это только царство Антихриста В конечном счете Поэтому У меня вот был Такой протест Против такого Чтобы что-то строить Потому что Это же получается Никуда не годится А может быть Бог от нас Не хочет Вот этого Инфантилизма Потому что Если ты Будешь сидеть И ждать А может быть Надо выйти И посадить цветы Рядом с домом Не ждать Что царство Божие Наступит Без тебя А ты высадил Цветник И рядом с твоим домом Такой газон Что люди Идут хмурые На работу И начинают Улыбаться А может быть Это Такой отблеск Царства Который ты Приблизил Своими руками Но Бог тебе Конечно помог Чтобы там Все взошло Но он ждет От нас Каких-то действий А то получается Как в сказке Когда у нас Были цари Цари хорошие Добрые Бояре плохие Но что-то не работает Потому что Мы сидим И ждем Когда оно Светлое будущее Потом у нас Была Компартия ЦК КПСС И мы вроде Тоже Наши предки Там пахали На заводах Там безостановочно Да Но потом Этот энтузиазм Исяк Потому что Ничего не построилось И уже поколение Тех кто пахал На ком В космос Там полетели Мы да Они уже просто Были потребителями Того что Этих всех заводов Они тащили себе Там что могли С завода Потому что Поняли что Ничего не наступает То что им обещают А кто-то должен Да И рабочие Смотри на их И говорят Это Компартия Товарищ Брежнев Должен нам Обеспечить Светлое будущее Они смотрели вниз И говорят Давайте работайте А то не получится Ничего сделать И вот друг на друга Пеняли И сейчас Мы постсоветское Прошлое Да Изживаем Когда многие люди С постсоветской эпохи Сидели говорят Ну нам что-то должно Дать государство Государство Ничего не дает И кто-то начинает Что-то делать А кто-то продолжает ждать И вот как бы нам Как христианам Не оказаться В такой ситуации Когда мы лишаем Себя стимула С одной стороны Потому что Все что я могу построить Это только приблизит Царство Антихриста А с другой стороны Всю ответственность За это царство Возлагают на плечи Бога Но даже если оно Внутри меня Ведь я должен Хотя бы захотеть Его там найти С баней Более понятно Чем с царством С баней Вот бревна Вот топор Где они бревна Ну допустим Да То есть Алгоритм моих действий При постройке бани Мне ясен Да А вот алгоритм Моих действий При Вот создании условий При постройке Вот царства Божьей Может быть Не столь очевиден Да Давайте Может быть Тогда проясним Для наших телезрителей Ну хотя бы опять же Широкими мазками Ну в чем Все начинается с просьбы С молитвы Если я Вдруг Услышал слова Христа Что оказывается Рай внутри меня Так это все меняет То есть Вот Христианство Перестает для меня быть Таким каким-то Обманным действием Заместителем Да Сейчас мне будет трудно Я не буду есть мясо Я буду воздерживаться От каких-то вещей Но только лишь для того Чтобы Бог мне потом Построил баню После смерти В виде царства Там небесного И Тогда получается Я эту жизнь Не живу Она для меня Неинтересна Вот царство Интересно Там все хорошо Там нет болезни Ни печали Ни воздыхания И там много хлеба Да Все Такое Злачное место Как считали Наши предки Злачное место Там много злаков Много еды Вот А эта жизнь Она суровая Тяжелая Болезненная Опасная Наполненная Лишением Непониманием И мне здесь Не очень уютно Я не буду ее Жить Эту жизнь Я буду жить В той жизни Которая Когда-то Начнется И я лишаю себя Жизни Я и здесь Не живу И потом Неизвестно Что настанет Потому что Ты эту жизнь Не прожил Ты был в мечтах О царстве Как вот Блудный сын Он мечтал О какой-то жизни Лучшей Но он пошел И попробовал И понял Что-то она не очень Лучшая И когда он вернулся К отцу Он понял Что Он думал Что эта жизнь Его чего-то лишает Она ему что-то дает Оказывается Наоборот Она ему что-то дает Вот У меня есть квас Хлеб И я буду Этим радовать Вредный отец И я буду этим радоваться Что у меня это есть А старший-то До сих пор мечтает О такой жизни Где он там С друзьями Козленка кушает А которой нет Этой жизни Невозможно Каждый день Только и делать Что с друзьями Есть козленка Это тоже надоест Козлята кончатся все Все равно Как-то Это вопрос По-другому Надо решать И вот Когда мы Вдруг понимаем Что Степень моей Ответственности Тоже есть Да приидет Царствие Твое Не значит Что я его Ну как-то потяну За веревку И я Понимаю Что оно Внутри меня Значит Если я его Начинаю искать Я это делаю Не для того Чтобы после смерти Что-то там у меня Появилось Я хочу сейчас Мне же баня Не после смерти нужна Я хочу сейчас В ней париться А не после смерти И царство небесное Мне надо Сейчас А не после смерти И вот Это рождает Некую жажду Которую Никто не может Утолить Ни телевизор Ни что Ни супермаркет Ни алкоголь Ни какие-то Другие вещества Потому что Они не дают Они Как-то Или искаженные Это все показывают И тогда У меня Возникает вопрос Господи Ну вот я А где оно Царство-то Твое Ты хоть мне покажи Хоть мне краешком глаза Это увидеть И мне кажется Что вот Само царство Оно начинается С этого запроса Туда Богу И он тогда спросит Ты точно хочешь Ты скажешь Ну конечно Если это на самом деле Так И тогда Как-то это пойдет Конечно В церкви Есть все условия Для того Чтобы это открылось Потому что Одно дело Ты спрашиваешь И вопрошаешь Другое дело Господь Тебе этот опыт Царства Дает вкусить На литургии Потому что Когда ты перечищаешь С тела и крови Христова То ты Принимаешь В себя В первую очередь Не пищу Да А некий опыт Любви Что сам Бог Тебя питает То есть Все Евангелие О чем направлено Бог нам пытается Сказать Как он Как он Нас любит И вот Опять Я вот Не до конца Это понимаю Но Сейчас я могу Сказать Что Бог нами Любуется В этом Его проявление Его любви Потому что Когда ты Любишь Кого Ты им Любуешься Всматриваешься Вот например Я знаю У вас Пятый Ребеночек Родился Да он Совсем Маленький Ему 40 дней С небольшим Может Больше Там Уже И вот Ты Когда Берешь Такую Кроху Она же Ничего Не может Тебе Дать Но Скорее Что-то У тебя Просит Внимание Тепла Сухости Вот Но Ты просто Любуешься В этом Твоя Любовь Проявляется Ты Любуешься Тебе Ничего Для него Не жалко И Ему Вроде Тоже От тебя Ничего Не надо Потому что Все что он Просит Это просто Естественные Какие-то вещи Ты для себя Это делаешь Вот Если мы С этого Ракурса Посмотрим На наше Отношение С Богом Мне кажется Много Вопросов Снимется Вот Мне бы Хотелось Просто Да Подхватить Потому что Я вот Сижу Жду Когда Можно Вставить Эту Ремарку Что Действительно Царство Божие Это вообще Не топос Ну То есть Это не Место Не Географическое Какое-то Там Не знаю Наименование Там Просто Какая-то Там Не знаю Пустыня Сад Не знаю Что угодно То есть Это не то место Куда Это не Географическое Место В которое Нам надо Куда-то Прийти А Царство Предполагает Отношения Вот Я поэтому Сейчас Услышал Про эти Отношения Да И Захотелось Мне подхватить Что Царство Божие Внутри Вас Царство Божие Посреди Вас Царство Божие Опять же Если бы Это было Какое-то Географическое Место Совсем Было бы Непонятно Да То есть Посреди Нас Это что Значит Это Какое-то Седьмое Облако Спустилось Между Нами Пребывает В разрезе Отношений Когда Внутри Вас Царство Божие Это Отношения Я И Бог А Когда Среди Нас Это Отношения Я И Другой Я То есть Это В любом Случа Да Отношения Вот И Да И Коль уж Мы Говорим Об Отношениях То В отношениях Есть Когда Отношения Умирают Ну Например Отношения Между Друзьями Вы Об этом Тоже Сказали И Отношения Между Мужем И Женой Они Умирают Тогда Когда Отношения Становятся Субъект Объектные Я Субъект А Второй Человек Становится Объектом От Которого Я Что-то Беру Которого Я Как-то Использую То То Что Мы Называем Пресловутным Словом Потребительское Отношение То Когда Мне Не Нужен Человек Во Всем Его Объеме Мне Нужна Какая Часть Его Жизни Профессиональная Например Принадлежность Что он Врач Я Могу От Него Взять Или Что Он Человек Состоятельный Я Могу Всегда У Него Попросить В Долг Еще Что-то И Это Сразу Говорит О том Что Нет Здесь Субъект Субъектных Отношений Здесь Есть Субъект Объектные Отношения А Субъект Субъектные Отношения Вот Коль Уж Приходит Царь Ну потому что Когда Трон Пустой И на этот Трон Садится Временное Правительство Садится Кто угодно Кто там Временный Слазь Все время Есть возможности Апеллировать К этому Пустому Трону Кстати говоря Одно Из Иконографических Изображений Страшного Прихода В мир Второго Прихода В мир Христа Это Пустой Трон Вот он Пустой Пустой Престол На который Только еще Предстоит Воссесть Царю А если мы Говорим о том Что Царство Божие Уже Внутри Меня То это Предполагает Возвращаясь К вопросу О определенных Условиях Что я Как Царю Даю ему Полную Всю полноту Власти Над своей Жизнью Не в том Смысле Что я Опускаю Руки И жду Когда Теперь мне Будут Кто-то Подтаскивать Бревна И он будет За меня Собирать Эту баню Конца А в том Смысле Что И за Карантином Я вижу Бога И в Карантине Я вижу Бога И когда Карантин Закончится И когда Я буду Гулять По парку Я буду Видеть Бога В своей Жизни И когда Вдруг Будут Какие-то Горькие Испытания В виде Разрушенной Экономики Отсутствующей Зарплаты Незнанием Как и на что Сегодня купить Хлеб Я тоже Здесь буду Моя жизнь Превращается в царство Когда Этот трон Не пустует Но этот трон Занимает Истинный Подлинный царь Мне кажется Еще и Вот этот Аспект Очень важный Вот И тут Безусловно Страх и трепет О котором я Начал С которого я Начал Мне кажется Что он Рождается Ведь Не сам по себе Что вот у меня Там Инстинкт Самосохранения Так внутри Срабатывает Что я Начинаю Бежать Искать пятый Угол Спрятаться От коронавируса Еще что-то Страх и трепет Рождается В первую очередь От того Что какая-то Часть этой жизни Объективной Реальности Выходит Из-под твоего Контроля Ты на это Не можешь Положить руку И сказать Так Только не сегодня Так вот Нет Вот это Со мной Случится Завтра И Карантин Тоже Почему Многие люди Вот так сейчас Некоторая часть Людей Некоторая часть Общества Переживает Тяжело Потому что Ушла стабильность Ушла Запланированность Ушла Какой-то Рутинный Ход событий Ты знаешь Что в 7 утра Ты встаешь Едешь на работу В 5 утра Вечера У тебя Все заканчивается Ты возвращаешься домой Заходишь в магазин Покупаешь хлеб Молочко Кефирчик Едешь домой Смотришь любимый сериал Ложишься спать А на следующий день Тебе опять разбудит будильник А тут раз Тебе высвободили время Ты живешь не по режиму Будильник у тебя Не срабатывает Он молчит И тебе с этой жизнью Что-то надо делать И вот тут появляется Мне кажется Вот этот экзистенциальный ужас Потому что ты не знаешь Чего Как Как организовать свою жизнь Раньше будильник И начальник организовывал А тут теперь Что-то внешнее Какая-то такая Дубинка внешняя Или там Полицейская дубинка Ну вот может быть И с царством небесным Так же Потому что тут нет Каких-то рецептов Потому что кто-то Посадит цветник И своим цветником Прекрасным Приблизит Царство Ведь Ну есть такая же мечта Мечта тоже Да Она может И такая Ну Не совсем Скажем Теистическая Да Что человечество Способно Рай на земле Да Мы об этом Все равно мечтаем Может быть В форме коммунизма Там мечтали В 20 веке Вот Просто Не было понимания Откуда оно Родится То есть было понимание Вот именно Как что-то внешнее Какая-то сила Которая организует Структурирует И выдает себе На пользу Вот А если подключить И понять Что эту вагонетку Мы тоже как-то двигаем И тогда станет Немножко понятнее И Бог нам Ближе станет Мне понравилось Как один батюшек сказал Что ведь Христос Он с этого трона сходит Почему он пустой Потому что он Хочет вместе с тобой Вот на карантине посидеть А те люди Которые вынуждены Там дорогу ремонтировать Он к ним подходит И говорит А давайте я вот С вами асфальт буду класть Они говорят Ну бери лопату Вот он там Он хочет с нами Эту жизнь прожить Со всеми ее А может быть Кто-то сидит На самом деле Вот без зарплаты Дома Ему тоже тревожно И тут бы ему Раса вспомнил Что Христос Рядом садится И говорит Слушай Вот мне тоже не выплатили Ну давай как-нибудь Это переживем вместе Вот этой благой вестью Мы и закончим Нашу беседу Спасибо большое Отец Николай К сожалению Время подошло к концу Храни всех вас Господь Дорогие друзья Я надеюсь Что мы сумели Хоть в малой толике Приободрить всех вас И суметь приблизить Столь далекую Пасхальную радость Ввиду карантина Храни всех вас Господь Христос воскресе Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok